Международный музыкальный фестиваль «Классика» завершился необычным концертом. В город приехал один из лучших камерных оркестров страны – музыка «Вива». А его бессменный руководитель и дирижер Александр Рудин предстал в необычном качестве. Исполняя с оркестром сочинения Моссарта, Гайдна и Бакирини, он постоянно менял инструменты. А вот какие именно увидел Станислав Якушевич, который посетил закрытие фестиваля «Классика». На завершающий концерт слушателей пришло меньше, чем того заслуживал коллектив. Закрывавший фестиваль «Классика». Московский камерный оркестр «Музыка Вива» приехал в Новосибирск впервые за почти 40 лет своего существования. Музыканты сыграли редко исполняемые партитуры венских классиков и других композиторов 18 века. Решили не перегружать программу и сделать ее максимально легкой, но вместе с тем достаточно серьезной и разнообразной. Вот решили так. В каждом исполнении музыканты стараются максимально воссоздать атмосферу эпохи, когда было написано сочинение, вплоть до расстановки на сцене солисты против оркестра. А если и дирижер не нужен, то руководитель оркестра Александр Рудин отставляет любимую виолончель, берет в руки барабанные палочки и встает за литавры. Музыкальный универсализм – творческий принцип и самого Рудина, и всего оркестра. Профессиональный уровень музыкантов таков, что нет деления на солистов и аккомпаниаторов. Тут каждый струнник, скрипач или виолончелист может занять место концертмейстера. Вот группа «Первый сыр», например, большая часть, несколько человек из группы в разное время играют концертмейстера. Да. Вот такая ротация у нас есть, и я очень рад, что она есть. Я думаю, что нам нужно позавидовать. Спасибо за просмотр. Станислав Якушевич, Олег Королевец, Новосибирские новости.